Посетители столовой завода ДБЮВС сегодня радуют казахскими блюдами. Выбрали их не случайно. Уж очень они нравятся здешним посетителям. К слову, такие акции проходят в заведении часто. У нас приготовили казахскую кухню. Недавно была белорусская кухня, татарская кухня. Пища очень вкусная, разнообразная. Большое изобилие блюд сегодня достаточно. Такой вкусный плов, конечно же, очень вкусные салаты. Ну, в общем, все на высоте. Казахская кухня имеет много общего с татарской, но все же здесь можно найти необычные блюда. Например, манты с циквой. Чтобы еще больше передать посетителям атмосферу национальной кухни, сотрудники подобрали музыкальное оформление. А вот в столовой завода СК повара примерили еще и национальные наряды. Побаловать своих подопечных они решили узбекскими блюдами. Если у нас считается в нашей кухне, в русской, это капуста квашина, соленые огурцы и все такое, что грибочки, это здесь же в основном идет мясо. Мясо, картошки, специи. Очень много присутствий специи. Такое меню посетителям столовой пришлось по вкусу. Все остались довольны. За то, что они делают такие, скажем, национальные кухни, это всегда приятно. Тем более, я был в командировке в Риге, пробовал там хлебный суп. Был в Фрибалтике, в Абхазии, тоже их блюда. И вот, возвращаясь к этим блюдам, есть возможность сравнить. Да, действительно, все соответствует действительности. В эти дни столовые оценивают не только обычные посетители, но и члены жюри. Технологии приготовления, и вкусовые качества, и внешний вид даже, и сама обстановка, которая в столовой во время конкурса проводится. И бывает, что, допустим, химики пообедов, есть у нас в каждой столовой книга жалопредложений, они туда уже свои отзывы пишут. Да, понравилось такое-то блюдо, хотим видеть его на производстве, на раздаче. Самые популярные блюда войдут в регулярное меню. Дни национальной кухни в столовых акционерного общества будут проходить до 6 марта. Победители конкурса получат подарки. Узельвазивали, Сансаитова, НМедиа.